Данное видео посвящено Свято-Георгиевскому собору. Сейчас мы увидим на фотографии розового цвета и синего цвета это церковь Успения Пресвятой Богородицы. Находятся два этих храма недалеко друг от друга, так что их смело можно объединить в один проект и посетить за один раз. Итак, Свято-Георгиевский собор, назван в честь Святого Георгия, это пример иконы, как он выглядит в христианстве. Что касается самого собора, он был построен в 1701 году, но с 1926 года, когда был разрушен Свято-Троицкий собор, под 1999 он также выполнял статус кафедрального собора. Немного о Святом Георгии, в честь которого назван этот собор. Жил он в третьем веке в Каппадокии, это сейчас территория Турции, и активно проповедовал христианство, за что и был пойман, и прошел семь дней мучений. Некоторые из них первый день ему толкали копьями, и копья все ломались. Второй день опытали колесом, но он остался невредимый. Третий день его бросили в яму снегошенной извести, но это не повредило ему. На четвертый день перебили кости на руках и ногах, но на утро они стали целыми. На пятый день пытали раскаленными железными сапогами, но он спасся. На шестой день били плетьми, и на седьмой день принудили выпить две чаши со снадовью, одной из которых должен был лишиться разума, а второй умереть. Но это все ему не принесло вреда. Но в конце концов его приговорили к смерти, и в ночь перед, скажем, казней к нему явился ангел и сказал, что его призовут в рай. Вот такая вот история о святом Георгии Победоносце. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая наша локация – это храм Успения Пресвятой Богородицы. Изначально он был деревянным храмом, о чем указывается в летописи от 1765 года. Ну, а позднее он уже в 19 веке, он был перестроен в каменное здание. После революции храм простоял в принципе недолго. Службы какое-то время еще в нем велись, но в 1936 году храм был закрыт, и в нем устроились швейные мастерские. Ну, а после отступления Красной Армии эти мастерские были взорваны. Вот как выглядел этот храм. Эти фотографии были сделаны в 1961 году, то есть относительно недавно. Ну, а сейчас храм полностью передан Русской Православной Церкви, восстановлен, очень красиво распишен, скажу его, и сейчас в нем проходят службы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ